Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Калин Красный и сегодня у нас новостной выпуск. Компания Лего опубликовала официальное изображение 24-й коллекционной серии мини-фигурок. И это прямо-таки глоток свежего воздуха. Много интересных фигурок, а также много отсылок. В серии представлено 12 мини-фигурок Лего. Что ж, давайте разберем каждую фигурку. Первая фигурка – футбольный судья-женщина. В таком варианте встречается впервые. Принты на руках и ногах делают данную мини-фигурку уникальной. Также у нее футбольный мяч и две карточки, чтобы судить игроков. Космический воин. Очередной инопланетянин, который не раз встречался в серии Лего мини-фигурок. Из интересного – это сборный бластер и новый молд шлема. Классический космонавт, но с ребенком-космонавтом и в новом цвете. Попытка надавить на нас ностальгии, которая успешно работает. Новый цвет в команду космонавтов и мини-бенни. Плюс рация с принтом радионяни. Ох, и раскупят же эту фигурку. Мужчина в костюме морковки. Собственная серия в серии. Костюмов на различную тематику было уже много. Можно сказать, что 23 серия Лего мини-фигурок была отдельно посвящена костюму. Ничего уникального в фигурке нет, кроме таблички. Женщина-лучник из клана Черного Сокола. Снова серия внутри серии. Совсем недавно в предыдущей серии был средневековый музыкант, а тут женщина-лучник с тех же времен. Фигурка с прекрасными аксессуарами. Красные волосы, плащ, лук и черный сокол очень радуют принты на торсе и ногах. Нравится мне, что из серии в серии они кладут фигурки одной линии. Человек в костюме Теренозавра. Я думаю, что тут явно читается на какой костюм отсылка. Фигурка прекрасная, хотя ранее уже была подобная фигурка в пятой серии, но тогда это было больше похоже на Годзиллу. Думаю, фигурка будет пользоваться большим спросом. Орк-воин. Особенная фигурка, наполненная отсылками и изначально обреченная на успех. Фанаты фэнтези и Вархаммера будут ее скупать в количестве собственная армия орков. Фигурка отсылает нас принтами на крокодилы из серии Чимы и щитом на классические наборы 2008 года серии Лего Кассл. У фигурки оружие, плащ и щит, что очень ценно. Очень жду эту мифигурку. Работник зоопарка с Каалой. Подобные фигурки также уже были в серии, но эта фигурка уж очень похожая на знаменитого натуралиста Стива Ирвина. Принты на руках и ногах добавляют ценности. Гончарка. Свежая новинка у фигурки принты на руках и ногах. Также новый молд африканской чалмы на голове. Тарелка и бокал впервые появляются здесь в темно-оранжевом цвете. Француженка с щенком. Принты фигурки просто огонь. Самая красивая фигурка серии. Пышная юбка ранее была у королевы из 15 серии минифигурок. Плюс собака в новом цвете. Девочка с лошадкой-качалкой. Фигурка, наверное, больше для детей, чем для коллекционеров. Особо ничего примечательного нет. Девочки уже были, а вот мод лошадки кажется новым. Парень-газетчик – это просто фурор. Фигурка богатая на будущие самоделки. Радует она в первую очередь своими аксессуарами. Это классическая мужская кепка, благодаря которой теперь доступны многие самоделки. Газета, на которой мы видим отсылку на старого полицейского. Рогатка и сумка через плечо. Также радуют принты на фигурке. Думаю, фигурка тоже обречена на большой спрос. По итогу могу с уверенностью сказать, что 24 серия лего минифигурок более чем успешна. Леговцы исправились после 23 серии в лучшую сторону. Большое разнообразие фигурок и их подсерий. Интересные аксессуары породуют многих кастомщиков. Ну а какую фигурку взяли бы вы? Пишите в комментариях. У меня на этом все. Всем пока.